Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот добралась я наконец-то до москвича. Хочу подробнее рассказать о нем тем, кто ни разу не выращивал. Как видите, смотрите, какой обильный, какой плодоносный, вообще многодетный. Ну это, вот так хочется сказать, это ужас какой-то. Столько плодов. Сейчас буду собирать спелые, и потом уже не видно будет, сколько их было. Но хочу сказать, что это раннеспелый сорт. Для выращивания именно в открытом грунте. В теплице нынче пробовала выращивать, плохо показал себя, вытянулся, долго не спел. Растение это тоже низкорослое, штамбовое, детерминатное, очень компактное. Как и все наши вот эти малыши, как ренец, перидон, кто там был, челнок. Подходит для выращивания на балконах, в кашпо, на окнах, везде. Масса небольшая, 55-75 грамм, но зато они все, вот смотрите, видите, они почти все одинакового размера, они все стандартные. Вот когда вызреют, вот такой у них ярко-красный цвет. Ну вот этот, наверное, около 100 грамм будет. Какие-то покрупнее, какие-то чуть поменьше. Вот эта окраска красная, она идет вот сначала в свежем виде, кушаем. Потом идет на все томаты заготовки, пожалуйста, варить кетчупы, варить томатные пасты, суповые заправки. Все-все-все, сорт очень урожайный. Хорошо завязывает плоды в неблагоприятных условиях. Вот эти кустики были высажены на улицу, когда было плюс 3 ночные температуры. Он свел, завязывался, устойчив к заболеваниям, к гнилям. И для свежего употребления, и для засолки, для всего он идет. Вот сейчас одну вам сниму, покажу. Буду делать сегодня дегустацию. Вот смотрите, прекрасный сорт. Москвич, номер 141.